Не могу не вручить цветы замечательной Анастасии Фёдоровне. Говоря о проекте, хочу сказать, что сценарий очень серьёзный, он привлекает большое количество профессиональных людей. Я в этой истории человек новый, но надеюсь, что получится, как в родной компании, которая в этом году исполняется 30 лет, сделать серьёзный, достойный проект. И все те актёры замечательные, и Борис Щербаков, и, я не знаю, анонсировано это или нет, но мы предполагаем, что который будет играть Старостина, а Константин Ивановича Бескова будет играть Николай Фоменко, Сергей Мегицко будет играть врача больницы, где когда-то, ну или в фильме, лечился Фёдор Фёдорович. Но вот, как рассказывают мои коллеги, все те, кто смотрят сценарий, знакомятся с ним, отдают дань серьёзности, важности, но самое главное, душевности того материала, на основании которого будет сниматься этот фильм. И сразу же хочу поблагодарить, конечно же, руководство «Спартак», «Спартак» тех лет, ветеранов, поблагодарить Евгения Владимировича за уже на этом этапе неоценимую помощь в проекте, потому что и тестовые съёмки, и павильон, и возможность работать в музее, и даже на недавнем небезызвестном матче тоже съёмочная группа была, и имела возможность наблюдать футбол на стадионе «Спартак». Конечно, мы очень надеемся, что участники сегодняшней пресс-конференции и за этим столом, и другие легендарные «Спартаковцы» не только будут поддерживать этот проект, но и будут послами этой картины, этого фильма. Представлю, наверное, ещё главных действующих лиц – это сценаристы Илья Казаков и Николай Келькин. Вот Николай дальше сзади тоже снимает нашу пресс-конференцию. Вот Николай Илья – это дебют с точки зрения сценаристов, но Николай Петрович, по совпадению, как и с старостем, для него дебют – это и режиссёрская работа. Надеюсь, что получится, потому что Николай – выпускник, и один из, насколько я слышал от самого легендарного нашего режиссёра, Николай Лебедев – один из любимых студентов или слушателей. И Николай Лебедев – хорошо вам известный автор замечательной картины «Легенда 17» и других известных фильмов. Он согласился быть художественным руководителем данного проекта, мы это очень ценим. Об актёрском составе я чуть сказал, но, наверное, важно будет послушать и тех, кто с нами на конференц-связи, и послушать моих коллег. Но скажу ещё о том, что в составе съёмочной группы собраны очень известные профессионалы, в частности, Екатерина Дыминская, обладатель «Золотого орла» нынешнего года, за фильм «Сердце Пармы» и серии «Кбислава». Это режиссёр монтажа, он в 2017 году получил «Золотого орла» за фильм «Салют-7». Особое внимание в этой картине мы придаём исторической значимости, тем, чтобы те, кто будет смотреть этот фильм, не нашли ни одного подвоха с точки зрения передачи настроений и вообще той эпохи, о которой снимается фильм. Это будет и Олимпиада-80, это будет и Театр на Таганке, и будет Высоцкий, это будет знаменитый московский зоопарк, и, конечно же, будет Маракана, и будет знаменитый гол Фёдора Фёдоровича ворота сборной Бразилии. Важна, конечно, и футбольная составляющая. Мои коллеги заверяют меня, что так, как будет показан футбол в этом фильме, его не показывали никогда. В этом смысле дублёром Фёдора Черенкова будет Роман Воробьёв, бывший игрок сборной России. Ну а все сегодняшние тестовые съёмки и постановку футбольной драмы этим занимается наш тоже легендарный тренер Александр Генрихович Бородюк, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта. Съёмки начинаются в июле, закончить их планируем в октябре. Очень много натурных съёмок и исторических совпадений нашли в Республике Беларусь, поэтому там тоже будут проходить съёмки и картины. Ну и, наверное, будет вопрос, я сразу хочу на него ответить, по поводу финансирования. Предполагаю финансировать часть бюджета и собственных средств, потому что считаю своим долгом перед страной, перед семьёй Фёдора Фёдоровича Черенкова, перед Анастасией. Мы вот тут, кстати, здесь не сказали, Настя, наверное, скажет, здесь и внук присутствует, Фёдора Фёдоровича Никита, в там спортивном костюме, там замечательной майки, девушки, тачки, футбол. Я попросил его, чтобы он мне тоже такую майку подарил. Но мы планируем подать заявку на конкурс фонда кино, который состоится в июне или в июле, поэтому полностью анонсировать финансовую составляющую я бы не хотел. После прохождения конкурсной комиссии и, надеюсь, получения гранта от фонда кино, мы тогда опубликуем данные по бюджету. У вас, наверное, будет вопрос, кто будет играть Фёдора Черенкова. Здесь я оставлю интригу. У нас очень серьёзный конкурс на эту роль. И если позволите, ну, если коллеги там как-то по-своему захотят ответить на вопрос, ну, в данный момент мы оставляем это для отдельной новости и для отдельного информационного сюжета. У меня всё. Ещё раз спасибо большое уважаемым спартаковцам Сергею Родионову, Ренату Досаеву и Евгению Бележикову. Ну, а с точки зрения исторической памяти, вся наша пресс-конференция посвящена семье Фёдора Черенкова и непосредственно Анастасии. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Поэтому давайте, Анастасия, сразу вам слово. Наверное, такой главный аниматив нашего сегодняшнего разговора, это, ну, мне хочется и вам, и знаменитым спартаковцам, партнёрам Фёдора, друзья Фёдора, задать одинаковый такой общий вопрос. Какие эпизоды вы считаете должны быть в фильме? То есть, что важное для вас, вот, а вам бы хотелось, чтобы это осталось на киноплёнке? Анастасия, вот для вас всё-таки, я понимаю, что это самый близкий человек, для вас, наверное, какие-то главные вещи, главные эпизоды из жизни, которые вы считаете достойны быть, остаться в истории и в кино? Ну, для меня, наверное, прежде всего, здравствуйте, да, это, конечно же, отразить его доброту, его душу, его как человека. Вот, футбол, безусловно, для меня тоже важен, но папы мне не хватало больше, поэтому человеческие характеристики его. Папы вам не хватало в смысле, что... Ну, в плане того, что он всегда был на сборах, и вот, как я говорила, то, что мама ввела календарик в своё время и отмечала крестиками, сколько папы не было. Оказывается, что его не было практически весь год, там, если сложить, может быть, неделю-две они были дома, поэтому, конечно, папы не хватало. Как вы для себя решите вот эту такую вечную дилемму, жизнь и искусство, всё-таки это художественное кино, то есть, насколько вы готовы воспринять какие-то мысли, идеи сценаристов, режиссёра, артистов, если это не будет совпадать с тем образом, который у вас в голове? Ну, вы знаете, мы познакомились, вот уже общаемся достаточно... Ну, для меня, допустим, продолжительное время. Я, если можно так сказать, ребятам абсолютно доверяю, и то, что они творят, это действительно для меня что-то необыкновенное. То есть, я не сомневаюсь, что это будет то кино про папу, которое должно было быть. Спасибо большое. Да, вот уже Сергей Николаевич представил, сын Анастасии, внук Фёдора Ченькова, ну, поскольку он вышел из зала, надеемся, что вернётся. Дальше хотелось бы Евгения Владимировича подключить к разговору. Евгений Владимирович, участие Спартака в этом проекте, назовём это таким вот казённым выражением, а на самом деле, что для Спартака этот фильм и как реакция клуба на саму идею создать художественный образ легендарного футболиста? Здравствуйте, коллеги. Ну, для меня это больше душевная история, конечно, когда мы встретились с Ильё Казаковым, и он рассказал, скажем так, тот замысел, тот сценарий в общих ртах, тот масштаб, с которым они планируют подойти, собственно, к созданию фильма, безусловно, это не может состоять равнодушным, тот состав актёров, ну, тот замысел, собственно, каким хотят показать Фёдора Черенкова. Безусловно, эта история всегда правильная, интересная, душевная, и как мы здесь можем что-то делить. Самое малое, что мы можем сделать, это, скажем так, предоставить всё то, что мы уже предоставили, мы готовы дальше рассматривать своё участие в создании этого проекта. Вот, и я уверен, что, ну, это выпуск этого фильма, это продолжение истории. Вот, без прошлого и истории не бывает будущего, мы все хотим построить успешное будущее в Спартаке или Спартака, вот, и поэтому, конечно, мы должны чтить тех героев, которые были, вот, и ту историю, которая всегда с нами. Примечательно, что Фёдор Черенков, по-моему, в 11 лет, если не ошибаюсь, он начал свой путь с территории Сокольников, со Спартаковской школы в Сокольниках, которая впоследствии была переименована в Академию имени Фёдора Фёдоровича Черенкова. Вот, тестовые съёмки, я надеюсь, и впоследствии часть съёмок фильма также проводились на территории Сокольников. Вот, мы в этом плане постарались сказать всю максимальную поддержку, я надеюсь, коллегам, коллеги смогли профессионально исполнить те задачи, которые перед собой они ставили. Вот, но в дальнейшем, безусловно, всё, что нужно от нас, мы готовы делать, вот, и самое главное, включиться в эту работу с душой, вот, и сердцем, помогать в выпуске этого фильма, для того, чтобы он в конечном итоге был качественный, был на том, где был всё-таки, где играл Фёдор Черенков, вот, вместе с теми героями, которые всегда были по жизни рядом с ним. Спасибо большое. Илья, расскажи, пожалуйста, всё-таки, на какой сейчас стадии работы над проектами, я так понимаю, если тестовые съёмки были произведены, то каков итог вообще, что сейчас сделано и что ещё предстоит сделать в ближайшее время? Да, работа колоссальная, работа над фильмом подготовительная началась в феврале этого года, она заканчивается в конце июня, 4 июля у нас стоит первый съёмочный день в Москве, окончание съёмок в октябре, после чего уже работа по монтажу, по мастерингу и так далее. Мы рассчитываем в конце следующего года уже иметь возможность познакомить зрителя с этой лентой. Что касается работах подготовительных, ещё раз огромное спасибо Спартаку, который очень с душой, очень открыто ко всему подошёл. И я сейчас предлагаю посмотреть небольшой клип, в котором будет понятно, как приблизительно мы пытаемся показывать футбол. Конечно, это ещё не сам фильм, это тестовые съёмки, но, по крайней мере, количество техники, технологии, подход, идея, вот даже на этом подготовительном, тренировочном моменте, мне кажется, они должны внушать и оптимизм, и уважение, это колоссальный человеческий труд. Коллеги, я прошу запустить ролик. Мои хрущёвки в системе, мои бомбов вдоль завершения Фёдора Челековна, я очень любил этого человека, я буквально в смысле, наверное, в моё детство прошло, когда Фёдор Челековна достойно кинопробудить Луковичу в память Фёдора Фёдоровича, и учиться замечательно в коленях в полисках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, заинтриговали, конечно. Ну, давайте тогда уже, может быть, к Борису Васильевичу тогда обратимся. Борис Васильевич, да, спасибо ещё раз, что вы с нами. В вашей актёрской жизни это не первый фильм, связанный со спортом и не первый фильм с футболом. Вы исполняли главную роль в фильме о Всеволоде Боброве. Ну, правда, герой был по фамилии Багров, насколько я помню, да? Да, да, да. Да, здесь, здесь другая роль. Как вы, ну, я не знаю, надо ли вам вообще готовиться к этой роли, как вы считаете? И что вы считаете главным в своей роли в этом фильме? Ну, во-первых, к любой роли надо готовиться. И, так сказать, не с чистого листа начинать съёмочный день, а уже с каким-то опытом хотя бы минимальным. Ну, в смысле, опытом я имею в виду знаний. Знаний об этом человеке, о его характере. Что мне очень понравилось в сценарии, это то, что отмечено не столько... Ну, во-первых, это, конечно, легендарная личность Николая Петрович Старостин. Очень... А исторические личности всегда очень сложно играть, потому что у каждого человека они свои. Каждый по-своему представляет этого человека, потому что его знали не только в СССР, но и, в общем-то, во всём мире знали, потому что действительно легендарная личность, потрясающая, удивительная личность, действительно, благодаря которому, так сказать, мы и знаем, что существует такой спортивный клуб «Спартак». Вот. А что мне понравилось в сценарии, это прежде всего то, что не столько его организационные способности показаны и подчёркнуты в сценарии, а сколько его человеческие. Человеческие качества, вот его доброта, и причём именно ведь он привёл Черенкова в «Спартак». Он настоял, что всё-таки мальчишка пришёл, пришёл. И, слава Богу, он пришёл и действительно стал звездой этого клуба. Спасибо большое. Звёзды этого клуба и звёзды сборной того времени здесь у нас в Президиуме. И вот тот вопрос, который, как литмотив, я вначале озвучил, я бы хотел, чтобы рассказали какие-то для вас главные эпизоды в вашей памяти, в вашем сердце, которые связаны с Фёдором Черенковым. Ренат Файзрахманович, включите, пожалуйста, микрофон, крайне правая. Я считаю, что, во-первых, приветствую всех, спасибо, что вы пришли. Я думаю, что этот человек заслуживает то, чтобы о нём делали фильм. Как человек и как футболиста. Почему? Потому что мы долгие годы были вместе. То, что его доброта, то, что его отзывчивость к кем и дружеские отношения, он всегда это приветствовал, и мы это знали. Я думаю, что, помимо, наверное, вот этих качеств, мне бы хотелось ещё отметить качество, наверное, силы воли. Почему? Потому что, я не знаю, будет в этом фильме сниматься эта возможность или нет. Дело в том, что, когда Фёдор постигла неудача, болезнь, но он её переборол и вернулся, стал лучшим футболистом страны. Понимаете, это, в общем-то, наверное, иметь мужество такое надо. Не каждый человек способен на это. Ну, наверное, второй эпизод, который мне хотелось бы тоже увидеть, но более, наверное, конкретно скажет Сергей Юрьевич, это когда он уехал, в общем-то, во Францию играть, вот, и когда закончил играть там, приехав сюда, на родину, он опять стал капитаном, стал лидером и стал лучшим футболистом страны. Поэтому, вы знаете, вот эти качества, которые у него есть, это, наверное, самое главное. Хотел бы мне, я бы отметить это в нём. И, наверное, большое спасибо тем людям, Сергею Николаевичу, Сергею Владимировичу, клубу, которые, в общем-то, пошли и делают всё для того, чтобы этот фильм показали, на самом деле, всему нашему, в общем-то, всей нашей родины, всем тем болельщикам футбола, которые, в общем-то, любят «Спартак», которые переживали за Фёдора Фёдоровича Черенкова. Спасибо большое. Сергей Юрьевич. Добрый день. Добрый день. Я хотел бы сказать слова благодарности всем людям, которые участвуют в подготовке этого фильма. Сергей Николаевич, вам лично, потому что, как сказал Ренат Фазер Ахманович, действительно, Фёдор Фёдорович вообще это явление в советском, в российском футболе. И действительно, он достоин, чтобы остаться на века в памяти многих любителей спорта, да и просто, наверное, людей, таких футболистов, таких людей, ну, рождаются не так часто, их очень мало. Поэтому говорить о Фёдор Фёдоровиче можно бесконечно. Ну, мы, как сказал Ренат, мы провели достаточно много времени на футбольном поле, и я считаю для себя это большой честью, то, что мне посчастливилось в этой жизни, да и провести многое в быту, и та же командировка во Францию, пусть она сложилась для Фёдора Фёдоровича не очень удачно, но действительно, то, что удавалось преодолевать Фёдор Фёдоровичу, это, конечно, достойно уважения, и действительно, те усилия, которые он прилагал по возвращению в футбол после недуга, они достойны, ну, наверное, вот фильма. Если удастся это показать, ну, тогда вы свою задачу выполнили. Сергей Николаевич сказал оставить интригу, да, кто же будет играть Фёдор Фёдоровича. Я желаю актёров больших успехов, ну, хотя бы приблизиться к Фёдору Фёдоровичу, потому что, касаемо футбольной части, вот ту пластику, ту эстетику, ту технику владения мячом, я не знаю, как удастся воссоздать актёру. Я ему искренне это желаю. Да и всем людям, которые, актёрам, которые будут играть наших замечательных наставников, и Николая Петровича Старостина, и Константина Ивановича Бескова, всех партнёров, желаю большого успеха. Очень, на мой взгляд, непростая задача. Я надеюсь, её вам достойно решить. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Да, ну, раз вы как раз отметили эту важную задачу, такую сверхзадачу, я бы даже сказал, для актёра и для дублёра, который будет, ну, имя дублёра мы, по крайней мере, знаем, кто будет пытаться воссоздать пластику на футбольном поле, имя актёра держится в тайне. Ну, вот, видите, актёрский состав, который будет играть тренеров, нам известен. Борис Васильевич Рбаков сейчас с нами. Должен был быть ещё Николай Фоменко, но, к сожалению, не смог, но он записал видеообращение. Николай Фоменко будет исполнять роль, ещё одной легенды нашего футбола, роль Бескова. Его видеообращение на экране. Роль великого Бескова для меня, конечно, ну, это вызов, это очень сложная история. Я вообще, честно говоря, мне кажется, до этого никогда не пробовал играть реального человека, который существовал, это сложно всегда очень, тем более такого великого мастера, как Бесков. Ну, друзья, что сказать? Я счастлив, рад, и для меня большая честь, что, ну, я буду делать это, и выбор пал на меня, я понимаю, сколько было кандидатов, и поэтому на мне, конечно, огромная ответственность, и я волнуюсь. Мы будем снимать кино про людей. Это очень важная история. В сценарии, по крайней мере, так. Будем стараться, чтобы у нас-то получилось, но это самая главная история. Дело в том, что такие тренеры, как Бесков, я сам прошел через большой спорт, и в детстве у меня было советское, естественно, и я его прекрасно помню. И вы знаете, ведь тогда все, что делалось, делалось на чистом, так сказать, энтузиазме, что ли, да, понятие «деньги отсутствовало». Вот такая вот вера, как в истории с Черенковым, там она у нас есть, сценарий. Нужно же было, знаете, каждый вот этот бриллиант, его нужно из этого песка, из этого большого количества земли отчистить, отмыть, найти, поверить в него, самое главное, и сделать так, чтобы он сам в себя поверил. Наша задача, мне кажется, передать тот дух, который царил тогда в человеческих отношениях, вы знаете, человеческие отношения были самым важным. Мне кажется, Бесков сыграл в судьбе Черенкова, конечно, огромную роль, потому что Черенков специфический человек, со специфическими, так сказать, психофизическими данными. И от этого, наверное, тоже его талант был, расцветал определенным образом. Я думаю, что мы постараемся, и у нас, ну, если у нас получится, вы все увидите. Желайте нам удачи. Работа трудная. Ну, Жош, уважаемые друзья, время вопросов и ответов. Пожалуйста, подходите к микрофону. Да. Здравствуйте, Сабадаш Владимир, Московская правда. Если позволите, по одному вопросу к Илье Казакову, Сергею Чешкареву и Сергею Родионову. По одному. Спасибо. Илья Казаков, значит, использовали ли вы в работе над сценарием книги, ну, например, Нилина, Рабинера, Галегина, ну, Беляева, последнее. Спасибо. Наверное, самым правильным ответом будет нет. В каком плане нет, да? Эти книги не легли в основу сценария какими-то своими эпизодами. Достаточно большое количество интервью о Черенкове, достаточно большое количество интервью материалов людей, которые играли за «Спартак», людей, которые играли с Черенковым, достаточно большое общение с свидетелями. Вот Сергей Юрьевич Родионов не даст соврать, когда только этот фильм мы задумали, мы приехали вместе с режиссером, с моим сценаристом, с Николаем Акелькиным, там, в «Сокольнике» и сидели, разговаривали больше, наверное, полутора часов Сергеем Юрьевичем о том, какой был Черенков, какой был Родионов. Это огромный труд, но я скажу про себя, если вопрос мне, что я в профессии футбольного журналиста с 1996 года, и, может быть, это звучит громко, но вот предыдущий мой путь в профессии, это тоже, как оказалось, был путем, это была дорога к сценарию о Черенкове. Спасибо. Вопрос Сергею Родионову. Будут ли воспитанники Академии принимать участие в фильме, ну, там, в эпизодических ролях или в массовых? Спасибо. Если нужно и необходимо, конечно, будут. Спасибо. И вопрос Сергею Шишкареву. Возможно, ну, думали ли вы над этим уже, возможен ли сериал после того, как вы снимете и увидите, сколько там получилось материала? Спасибо. Сейчас это общепринятая практика. На основании полного метра делается художественный, телевизионный сериал. Я думаю, что материала будет отснято достаточно много. Если фильм в целом получится удачным, а неудачным он быть не может с участием таких людей, и памяти человека, которому этот фильм посвящен, неудачным проект, я считаю, быть не может. Поэтому, конечно, в будущем мы об этом тоже думаем и предложим сотрудничество одному из телеканалов по этому проекту. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, если еще вопросы, микрофон к вашим услугам. Да, будьте любезны, просто подходите к микрофону, потому что идет трансляция, чтобы вас было слышно, видно. Анухин, Труд, а короткий вопрос к Ордиону и Досаеву. А вы-то, актеров, которые вас будут изображать, знаете, вы с ними общаетесь, потому что всегда интересно. Как меня, условно, сыграет актера в художественной ленте? Включите, пожалуйста. Пока я не знаю, но если нужно будет, мы, конечно, встретимся и будем, в общем-то, разговаривать, чтобы сыграли, вот именно, допустим, меня, да, с моим характером, в общем-то, мое спортивное мастерство, и тут никаких проблем не будет. ответил Ренат Фазарахманович, я тоже не знаю, поэтому, если понадобится, конечно, пообщаемся. Я могу добавить, если можно, конечно, это не то, что понадобится, это запланировано, и дело в том, что сейчас на актеров, которые будут играть молодых, Досаева, Родионова, Черенкова, колоссальная нагрузка в процессе подготовки легла. Да, безусловно, для более полного отражения характера, да, даже того, как человек ловил мяч или бил по мячу, это все будет. Но вот могу сказать, что актеры изначально выбирались такими, чтобы была историческая достоверность, чтобы они были похожими на своих героев, прототипов, и мне кажется, у нас максимальная похожесть, это актер, который будет играть Юрия Гаврилова, там все, кто видят, говорят, это что-то невероятное, как будто реинкарнация Юрия Васильевича, это Дмитрий Белцерковский, и он фантастически похоже. Вообще, на самом деле, тем, который еще Сергей Юрьевич в своем первом ответе затронул, я тоже не очень представляю, вот у меня сейчас к вам конкретный вопрос Рената Форезрахмановича. А вас вообще можно сыграть, как вы играли в футбол? Ну, микрофон не выключайте, пожалуйста. Да, да, я думаю, что сможем, конечно. Да, реально? Да, но почему нереально? Я же говорю, если надо будет, поможем, подскажем, что как надо, и все, проблем не будет, я думаю. Но тренируете? Я? Да, тренируюсь, играю за ветеранов по возможности. Сергей Юрьевич, у вас тоже возможно сыграть? Наверное, с нынешними технологиями возможно все. Поэтому, ну, очень хотим увидеть то, что получится, и действительно, как сказал Сергей Николаевич, ну, должно получиться с привлечением таких людей, и, главное, с таким желанием, которые взялись за это дело, я думаю, что все получится. Спасибо. Сергей Николаевич, у меня к вам вопрос. Проект понятен, да, но, знаете, как в большом деле всегда должны быть большие амбиции. Вы расскажите, пожалуйста, об амбициях ваших, или, может быть, продюсерского центра, если они совпадают с точки зрения этого запущенного проекта, и, может быть, каких-то будущих проектов, может быть, что-то уже возможно анонсировать, хотя я так смотрю, вы пытаетесь лишнего не говорить, исходя из того, что мы не знаем, кто будет говорить главного героя. Ну, наверное, не секрет, что продюсерский центр появился на другом проекте, который находится в стадии реализации, но не столь в активной фазе. Наверное, можно тут кое-какие секреты рассказать. Сюжет и сценарий был написан по итогам, вернее, не по итогам, а на основании истории победы женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. По Гонболу. По Гонболу, да. В данном случае я говорю о Гонболе. Уникальная победа тоже спустя 36 лет. Напомню, что с 80-го года женская сборная не выигрывала медали. Это личная тоже моя история. Я принимал непосредственно участие. На тот момент я возглавлял федерацию чуть более года. И это очень много эмоций, много внутренних историй. Это и Трифилов, и Максимов, и норвежская сборная, и сборная, которая до этого не выигрывала медали. Был написан сценарий достаточно удачный. Даже скажу, что мы готовы были уже идти на конкурс тоже фонда кино. И достаточно высокий рейтинг получала эта работа. Но потом, в силу того, что амбиции были выше, чем сам сценарий, мы решили его переписать, то этот проект немножко отложили. Сейчас сценарий дорабатываем этого фильма. Ну а за это время опять же слово амбиции возникла идея реализовать какие-то наработки, в том числе и творческие наработки Ильи Казакова, Николая Келькина. У меня есть какие-то в этом плане тоже мысли и планы. Вот образовали продюсерский центр. И сегодня сконцентрированы на этой работе. Дальше будем или параллельно будем заниматься фильмом о гонболе. Ну и есть еще несколько историй. Ну в частности наверное тоже можно сказать и кстати эта история насколько я знаю Николая Игоревича Лебедева заинтересовала. Это история крушения адмирала Нахимова в августе 1986 года 31 августа. Это такая трагезия Советского Союза была. Вот сейчас кстати поднимался к Сергею Владимировичу Михайлову в кабинет и там лежит буклет посвященный Гейдару Алиеву. Он кстати тогда в те времена был от Политбюро возглавлял комиссию в данном случае ЦК КПСС и вот мы с недавно с одним уважаемым человеком в зале вашим сотрудником были в Новороссийске эту историю тоже вспоминали. Могу Андрей вашу фамилию произнести? Ну мы готовим интервью с Андреем Ванденко и как раз я показывал место гибели адмирала Нахимова и рассказывал что мой отец непосредственно был руководителем одним из руководителей этой спасательной операции и там конечно много тоже сюжетных линий но это отдельный проект это тоже я надеюсь станет частью работы нашего продюсерского центра сделанного дела. Спасибо. То есть направление не только спортивное? Потому что спорт просто ближе к нашей жизни спорт это часть жанр я не знаю это Илья к тебе вопрос вы как определяли вы определяли жанр или вы решили что были споры у сценаристов у сценаристов с режиссером все таки это фильм что это спортивная драма боепик сейчас у нас много терминов я Николая Петрович попрошу ответить как режиссера но вот споров с режиссером у сценариста не было поскольку как Сергей Николаевич сказал Николай одновременно и со сценарист и режиссер а к микрофону можно вас попросить да добрый день всем спасибо за вопрос мы позиционируем наш фильм не как спортивную драму а я бы подразделил у нас жанр фильма драма биография и спорт потому что как правильно сегодня говорилось это фильм о человеке о людях о великом спортсмене но спорт это лишь составляющая часть те обстоятельства в которых жил и добивался наш герой Федор Федорович поэтому на первом месте у нас стоит драма и это фильм о человеке о человеческих отношениях спасибо большое а название фильма потому что везде Федя Федя это рабочее название или рабочее название Федя народный футболист если можно добавлю есть такое слово в кино как референс то есть что можно сравнить из того что сделано ранее конечно это большие спортивные ленты легенда 17 в первую очередь но я если можно сравнил бы ситуацию которая на мой взгляд сейчас сложилась вокруг времени Федора Черенкова с той которая была лет 10 назад относительно Владимира Высоцкого может быть лет 20 назад стало со временем забываться что естественно в том числе и в связи с изменениями в структуре страны с самой страной кто был Высоцкий для своего поколения мне кажется сейчас тоже до конца в полной мере сложно понять кто был для своего поколения Федор Черенков и каким явлением вообще был тот Спартак за который играл и Черенков и Родионов и Досаев и Гаврилов тот Бесковский Спартак и мы хотим показать футбол той эпохи новыми методами и показать вот ту любовь ту силу то величие того Спартака за который люди стали болеть и вновь стали о нем говорить как о народной команде и когда Сергей Николаевич заговорил о том что у него есть такая амбиция мечта цель снять именно про Федора Черенков мы переговорили и стало понятно почему именно Черенков выбран в качестве основной фигуры почему фильм о нем но это не только фильм о Черенкове хотя мы много говорим сегодня именно о Федоре Федоровиче это фильм о той команде о той любви о той дружбе о том поколении и те ребята которые будут играть наших прославленных футболистов это молодые актеры это талантливые актеры чья карьера идет в гору но они пока наверное еще не являются звездами российской величины но я думаю что после этого фильма их во-первых будут все узнавать потому что и лиги и клубы и города и люди с кем не поговоришь всех это идея фильма даже когда они не погружаются глубоко очень затрагивает потому что ну это то мне кажется что нужно в сегодняшнем дне вот эти фильмы про наш футбол про тех людей которые в нем были и то наследие которое они после себя оставили опять же вот Сергей Николаевич умолчал про историю с разбитой форточкой да и своего детства но если один матч Спартака а это мог быть не только Спартак но в данной ситуации это Спартак и Черенков он заранил такое семя да в жизнь человека который потом очень удачно успешно реализовался на национальном уровне значит в том Спартаке было что-то что вот люди когда приезжают недавно был Новороссийский праздник футбола приехали ветераны я видел какими глазами дети смотрят на Рената Досаева я понимаю что это такое и ну вот мне кажется что этим фильмом мы ставим такую внутреннюю задачу мы сделаем вот это поколение современным поколением родным и понятным для тех людей которые Черенкова может быть видели только в записи или читали можно про форточку да это важно про новороссийскую форточку в начале 80-х Спартак играл с Останвиллой ответный матч и на последних минутах Федор Федорович забил гол я в этот момент извините ел персик и уже там сжимал эту косточку в руках и я от счастья взмахнул руками разбил форточку и заорал гол прибежала мама сказала ты шизанутый ты весь дом разбудил я говорю Федя гол забил почему Федя это очень важно здесь нет никакого понебратства я с глубочайшим уважением отношусь к личности к этой личности к уважаемым ветеранам Спартака но Федя потому что я это слышал сам я привозил Спартак 18 лет назад на юбилей моего тренера Владимира Алексеевича Княжева это был и Черенков это был и в тот момент ну приезжал тогда и Ярцев и Шавло и Хидиатуллин и многие другие и я сопровождал Федора Федоровича всю эту поездку мы летели вместе в самолете заказывал чартер мы вместе выходили на поле потом я его вытаскивал просто вот так двумя руками из толпы болельщиков которая его не отпускала и на стадионе и на гостинице Новороссийск куда заезжали тогда после матча не пообедать даже наверное ранний ужин был я слышал только Федя это была народная любовь это было величайшее почитание уважением к этому человеку никто его даже в этом возрасте не называл Федор Федорович для нас он Федор Федорович для людей для болельщиков для народа он народный действительно герой народный футболист Федя вот так поэтому я думаю что рабочее название потом конечно будем еще обсуждать но наверное оно останется как Леонид Федор Ахманович Сергей Юрьевич как вот на ваших глазах это произошло и понимали ли вы партнеры Федора Черенкова действительно что вот это вот казалось бы такой журналистский штамп народный футболист на самом деле это не штамп а это как раз выражение словесное выражение того отношения советского народа к вашему партнеру вот когда это произошло вы вообще это как-то почувствовали в Спартаке вы это осознавали в Спартаке или нет или это все как-то знаете потом не ну мы естественно конечно поначалу когда он пришел в общем-то трудно было понять какой он человек и какой футболист потому что он пришел щупренький маленький я могу сказать что он бы сейчас вот отборы идут да он бы не прошел понимаете поэтому естественно со временем мы уже начали он в коллектив начал вливаться и вы знаете он сразу показал свой характер я помню эту игру первую которую он вышел была игра по-моему в Казахстане да Скайратом Сергеевич не помнишь да по-моему Скайратом вот и он отыграл игру вернее один тайм вот второй и мы все почувствовали что на самом деле этого футболист будет с большой буквы понимаете а потом со временем со временем вообще раскрыл свой талант и правильно в общем-то люди любили его и называли вот именно Федя почему потому что ну человек который искренний который человек который добрый который никогда никому не откажет в доброте понимаете он давал всем автографы он входил ну входил куда только можно понимаете как с людьми общался поэтому на самом деле его назвали народным футболистом вот и плюс я хотел бы сказать вот сейчас говорили как он стал это я думаю что наверное все-таки Спартак отличается тем то что был то что был коллективизм понимаете один за всех и все за одного у нас была вот именно такая команда которые были все вместе если играть так играть если допустим где-то гулять значит гулять если приходить на свадьбу то приходили все на свадьбу и вы знаете это 79-е и 80-е годы мы до сих пор со всеми дружим мы до сих пор вместе вот это плеяда понимаете наша и мы в общем по возможности помогаем друг другу поэтому я думаю что вот это самое главное наверное в команде Спартака надо выделить и это началось с Олега Ивановича Романцева когда он стал капитаном команды вот я его заместителем и мы как говорится всех собирали в одну кучу понимаете чтобы была вот именно команда потому что могу сказать что когда пришел я было две группировки это Прохоров и Ловчев а мы с Олегом Ивановичем были посередине ни туда ни сюда понимаете как и из-за этого если не ошибаюсь Олег Иванович в общем-то уехал а потом второй раз уже приехал вот и конечно было тяжело понимаете но я думаю что вот этот коллективизм и Федор Федорович Черенков принимал участие потому что нас наверное было там 7-8 человек 10 да Сергей Юрьевич когда мы собирались обсуждали Константин Иванович нас вызывал и Николай Петрович в том числе и был Федор который в общем-то спрашивали как играть по какой системе играть поменять или нет понимаете он активно в общем-то был как нашим помощником и наверное в команде его все любили добавить 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 да попробую что-нибудь потому что Ренат Федорович так подробно все изложил но я вообще первый раз с Федором Федоровичем столкнулся в 1978 году осенью это на базе в Тарасовке конечно до этого момента так как Федор Федорович играл в спортивной школе Спартак Москва и я тоже мы я помоложе на три года Федор Федорович и мы оставались и смотрели игры старших ребят Федор Федорович играл за команду 59-го года и не всегда играл в основном составе но тем не менее мы друг друга в школе уже знали но близко мы столкнулись в 1978 году на базе в Тарасовке как-то так получилось что ну и в паре мы стали делать упражнения футбольные и поселили нас в одну в один номер в одну комнату и впоследствии уже долгие годы как бы это менялось очень редко то есть постоянно мы находились в одном номере во всех поездках на всех выездах и что бы еще хотелось сказать о Федоре почему вот наверное да конечно сначала он ну никто наверное не осознавал что вот так будет но впоследствии вот та наверное доступность доступность к нему почему-то он был открыт для всех и вот это наверное и привело к тому что любовь стала такой всенародной отсюда и пошло народный футболист потом хочу добавить то что его как ни странно уважали болельщики и других команд наших противников это цска динамо но все уважительно относились к Федору вот поэтому наверное и появилось название народный футболист его народная народная любовь к нему Анастасия вы добавить что-то хотели да я хотела бы немножечко сказать то что об этом фильме то что когда я читала сценарий я просто я рыдала вот искренне рыдала перечитывая его еще раз я еще раз рыдала то есть он я очень надеюсь что он затронет души тех любителей футбола тех любителей папы ветеранов но это невозможно написать я хотела бы от себя Сергей Николаевич огромное вам спасибо Евгений Владимирович огромное спасибо Илья Алексей Николай все ребята которые причастны к этому дядя Сережа дядя Рина спасибо что вы были и есть вместе с нами спасибо вам огромное спасибо вопросы да добрый день Евгений Богатырев главный редактор журнала физкультуры спорт я два слова хотел сказать относительно того что продюсерский центр выбрал очень правильное направление вы знаете в чем успехи были советских фильмов игровых о спорте сценарии этих фильмов писали Лев Кассиль Юрий Трифонов и дальше по списку фильмы современные о Яшине и другие произведения писали люди которые так далеки от футбола результат на экране я не хочу сравнивать Казакова с вышеназванными товарищами но он вот отсюда из футбола и это замечательный журналист писатель я думаю что это очень правильное решение руководства и надеемся что все получится а вопрос очень простой поскольку вы собираетесь в фонд кино то там обязательно должна быть и продюсерская компания которая будет показывать этот фильм кто из сильных мира сего возьмется за это потому что как бы без серьезной компании продвижения ну не бывает и коммерческого успеха в том числе да спасибо то есть думали вы уже о прокате да конечно мы ведем переговоры с ведущими прокатными компаниями их не так много успешных в России работаем с каждой надеемся что в данном случае вполне правильный на этом этапе комментарий или ответ давайте покажите что что помимо сценария как будет выглядеть хотя бы первые кадры этого фильма интерес очень большой и надеюсь что прокатывать будут лучшие компании и действительно я не конечно же как человек из коммерции при всей доброте душевной и желании сделать фильм для нас и коммерческая составляет тоже важна но с другой стороны успех коммерческий это некое отражение качества материала качества того фильма который мы сделаем поэтому надеюсь что у нас в плане взаимодействия с ведущими компаниями тоже все получится Сергей Николаевич как будут выглядеть первые кадры фильма ну там детская история можно не надо ну видите меня авторы лучше увидеть да надо смотреть они рассказывают то есть Николаевич готов был рассказать первые кадры будут маленький Федя совсем совсем ребенок дальше рассказывать не буду и дальше появляется один из главных героев этого фильма который сюжетная линия пройдет через весь фильм кто это ну догадайтесь он сегодня был с нами вот догадывайтесь еще вопрос здравствуйте он сыгран как вы оценивайте оцениваете фильмы о спорте которые уже вышли насколько вам интересно было смотреть потому что вот я знаю там Евгений как раз говорил сейчас об этом что и там легенда 17 вызвала неоднозначные отзывы и тот же фильм про Льва Яшина, насколько вы как профессионалы замечаете какие-то недочеты, недостатки и второй вопрос сразу в догонку, насколько вам как футболистам интересно смотреть фильмы о других видах спорта, о том же хоккее, вот фильм о гандболе планируется и надеюсь мы его увидим, насколько вам интересен фильм о той же победе наших гандболисток в Рио-де-Жанейро, Великой, посмотреть. Вопрос обоим. Да, я думаю, что мы хорошо относимся, я с удовольствием смотрю в общем-то спортивные фильмы про того же Льва Ивановича, про Харламова, вы знаете, Легенда 17, но мне бы хотелось, чтобы в этих фильмах, понимаете, как бы, чтобы все приблизились, понимаете, допустим, в Легенде 17, ну Тарасов же, он не такой был, он был помненький, понимаете, поэтому мне бы хотелось, чтобы более-менее подходили, понимаете, по фигуре, по росту там, допустим, по лицу, вот. И, естественно, наверное, все-таки в фильме должны отражаться те, наверное, нюансы, которые были, допустим, у Федоровича Чернякова, у того же Харламова, у того же Льва Ивановича, понимаете. Вы знаете, я, может быть, в этом фильме не было такой, но меня, знаете, что положило, когда он улег в больницу, вот, и когда ему, извините, отрезали ногу, я пришел к нему. И тогда он мне сказал, Ренат, вот меня наградили орденом. Ну зачем он мне сейчас, то есть, звездой, он говорит, зачем мне, я уже умираю. Героя соцтруда, да? Да, и он говорит, я уже умираю, зачем она нужна. К этому я хочу сказать, если человек заслуживает того, чтобы о нем сняли фильм, надо снимать живым, понимаете как? Я считаю так, потому что в Советском Союзе были, в фильме снимали, там, того же Лобановского и Базилевича, понимаете, потому что они заслуживали это и сняли. Есть люди, которые, в общем-то, заслуживают. Если есть возможность, то да, снимайте фильмы, пока они живы. Как бы он бы радовался, если бы про него снимали фильм, правильно, если он был живой? Я считаю так, может быть, я не прав, но моя, в общем-то, логика такая. Ну, я также смотрю спортивные фильмы. Скажу честно, не всегда все нравится. И, ну, критиковать никого не хочу, потому что, на самом деле, понимаю, что съемка фильма о спорте довольно-таки сложная. Это очень сложно воссоздать. На мой взгляд, важнее другое, чтобы там была правдивость. И люди, которые не видели тех людей, которые представляются в этом фильме, имели представление, но оно должно быть правдивым. Вот тогда, наверное, цель фильма, она достигнет своей цели. Народ, кто не видел, должен понимать, что такие люди были в истории. Вот, наверное, что важно. Спасибо за исчерпывающий ответ. Спасибо. Я бы, на самом деле, хотел бы, если можно, я к Сергею Юрьевичу добавлю. У нас в качестве художника-постановщика Сергей Тырин, один из самых, одно из самых громких имен в киноиндустрии, это человек, который, может быть, лучший в профессии по умению создать эпоху, сделать ее правильной. Последний его фильм «Вызов», но он очень много работал на исторических фильмах. Это и Стрельцов, это и Троцкий, и так далее, и так далее. И наша группа, часть группы совершила не один выезд в Белоруссию. Некоторые люди там живут, на объектах. Мы посмотрели в Белоруссии 40 объектов, 42 объекта, из них половина спортивные, тоже для того, чтобы была верная, честная атмосфера той эпохи. И когда группа встречалась творческая с Настей, то первая, наверное, фраза, которую мы сказали, Настя, нам нужны альбомы, вот домашние альбомы, чтобы понять, что и как. Огромная серьезная работа гримеров, огромная серьезная работа людей, которые будут заниматься костюмами. Естественно, что мы специально шьем мечи, чтобы они были соответственными той эпохи. На главного героя будет пошито 8 париков, которые настоящие, серьезные, именно под него, это безумный труд, потому что фильм охватывает две эпохи. Это совершенно разные прически, это совершенно разная стилистика, это совершенно разные стадионы, мы не снимаем на одном стадионе. Труд колоссальный, и то, что сказал Сергей Родионов, сейчас Сергей Юрьевич Родионов, это крайне важно. И опять же, вот Сергей Николаевич, когда на стадии зарождения идеи обсуждался фильм, была фраза, я не знаю, позвольте себе процитировать, что не было в жизни неуспешных проектов, и дело и в коммерческой привлекательности, и в зрительском интересе, но, конечно, крайне важно, чтобы это было по-зрительски достоверно, потому что фильм на любую аудиторию, на наш взгляд, и люди, которые видели Черенкова и помнят те годы, для них важно, чтобы они не морщились и не говорили, что это какая-то фантазия, так не было, чтобы люди увидели и поверили, что это все близко или на самом деле. И даже актеры, которые будут играть наших героев, вот, например, Владимир Гуськов будет играть Сергея Родионова, он достаточно атлетичный человек, он как-то играет в футбол в составе сборной театра, но у нас есть специальный тренер по физподготовке, посмотрели, сказали нет, да, Родионов был крепче. Вот человек специально ходит в зал с тренером, они специально тренируются в футбол. Это огромный ответственный труд, и здесь громадная пахта, да, вот, когда сталкиваешься. Сергей Николаевич, а сейчас как раз я затронул вопрос аудитории. Кто зритель этого фильма, вы как определяете, на кого вы этот фильм рассчитываете, кому вы его адресуете? Абсолютно, всем возрастам, вне зависимости, любят футбол или нет. Потому что Россия, ну, тем не менее, футбольная страна, наследие чемпионата мира, наши переговоры и с профессиональной футбольной лигой, и с руководством Российского футбольного союза, тоже есть в данном случае поддержка и востребованность в этом кинопродукте. Но я абсолютно убежден, как коллеги сказали, это драма, это личностная история. Это история о великом, ну, наверное, современнике, можно сказать, но, во всяком случае, нашем с вами. Она не может не вызвать зрительского интереса не только тех, кто болеет за спорт, конкретно за футбол или за «Спартак», но я думаю, как уже уважаемые ветераны сказали, в связи с тем, что народный футболист он был и для других соперников, то обязательно ждем большую аудиторию болельщиков, в том числе и команд вечных конкурентов «Спартака». Это тоже большой потенциал с точки зрения зрительского интереса. – Мне хотелось бы вот вопрос от коллеги адресовать, ведь с нами на связи Борис Васильевич по-прежнему, насколько я понимаю. Борис Васильевич, вы же с нами остаетесь, да? – Да, да. – Да, просто если бы вы были здесь, я думаю, все бы вам бы тоже адресовали вопросы. У меня к вам бы этот вопрос хотелось бы тоже перенаправить. Вы смотрите те последние фильмы в жанре спортивной драмы, назовем это так, которые вышли за последние 10-15 лет, это и «Легенда номер 17», и «Движение вверх», и «Яшин», видели ли вы ваше отношение к такому кино? И вы, как человек, который сами играли еще в спортивном кино предыдущего поколения, назовем это так, что вы считаете главным в таких фильмах для их успеха, для их зрительской любви? – Ну, как уже здесь было отмечено, главное, чтобы это все правдиво было. Чтобы люди поверили, что это действительно происходило на самом деле. Вот. А для этого надо провести, конечно, колоссальную работу. А я смотрю всегда с удовольствием, с огромным удовольствием. А «Легенду 17» мне пришлось посмотреть даже 3 или 4 раза, и всегда я с огромным удовольствием смотрю. В «Яшине» я даже тоже немножко поснимался, я играл водителя автобуса, который вез их на тренировку. Вот. Ну, малюсенький эпизод. Ну, а «Движение вверх» – прекрасный фильм. Нет, это очень хорошо, что делаются такие фильмы. Об этом никогда не надо забывать, о наших достижениях. Не только в науке, не только в космосе, но и в спорте. Потому что спорт – это прежде всего здоровье, здоровье нации. Вот об этом и надо думать, прежде всего. Спасибо. Спасибо. Коллега, у вас еще вопросы? Да. Денис Бочаров, газета «Культура». Так, у меня два коротеньких вопроса. Так, один к Сергею Юрьевичу и Ренату Фазархмановичу. Сугубо статистический. Известно, что Федор Федорович забил свой сотый гол, как и Пеле, с пенальти. Какие у вас остались об этом воспоминания? Как он на эту тему вообще реагировал, рефлексировал? Просто мне это любопытно. А второй еще и к Анастасии Федоровне. Ведь известно, что Черенков был человек скромный, даже порой застенчивый. Как бы он, с вашей точки зрения, сам бы отнесся вот к такому вниманию, оказанному к его персоне, к боепику, снятому по нему? Спасибо. Спасибо. Первые вопросы к Ренату Фазархмановичу и к Сергею Юрьевичу. Про сотый гол Черенкова. Ну, сотый гол, да, забил с пенальти, но никакой, как бы, как будто это было обычной. Ну, это свойственно Федору Федоровичу было. Каких-то суперэмоций, ну, никогда он не выражал, действительно, что касалось его личных достижений. Они уходили на второй план всегда. То, что превыше всего, и Ренат об этом говорил, что, ну, командный результат. Если это принесло команде пользу, тогда, да, ну, была радость. Но какой-то эйфории от Федора Федоровича дождаться было очень сложно. Ну, это его характер, это его натура. Я думаю, сейчас бы вот Насте задали вопрос о том, что как бы он отнесся вот к этому. Я помогу Насте, ну, или скажу, Настя добавит, то он бы негативно отнесся, я скажу однозначно. Он бы был против этого проекта. И, наверное, вот, Ренат говорил, что при жизни, а он бы сказал, нет, я не хочу этого. Ну, я думаю, если бы все на него надавили, он бы согласился. Я вот, мы сейчас, вы знаете, извините, мы сейчас с Сергеем Юрьевичем ехали на машине, и он мне говорит, при жизни он бы не согласился на этот фильм. Я говорю, ну, хорошо, а Академию же назвали Федора Федоровича Черенкова, он же согласился. Он говорит, да, но на него надавили, ему некуда было деваться, понимаете, так что я считаю, что нет. Да, наверное, под давлением он бы упал. Ну, дело в том, что, конечно, он, как Сергей Юрьевич сказал, он не радовался, в общем-то, своим успехам, он радовался успехам команды, понимаете, как. Он человек, который, даже играя за ветеранов, он всегда продумал весь матч. Вот я не туда отдал, вот я не так это сделал, понимаете, он все, и самое главное, что страшный, может, он держал это в себе, он наружу это не выплескал, понимаете, как. Да, сотый гол, он не радовался, но мы за него радовались, понимаете, как и радовались, да. Сергей Юрьевич, который забил тоже сотый гол, но только ни одного пенальти не пробил, понимаете. Без пенальти, да, Сергей? Ну, почему-то я думал, что это 101-й. Вот правда, я не знаю статистика, что говорит, но у меня была цель так, ну, так вот получилось, что было ли там кто-то, кто забил 100 без пенальти. Вот я почему-то решил 100 забить без пенальти. Говорят, что сотый из пенальти, по моим данным 101-й, не знаю. Нет, нет, сотый. Ну, так вот. Можно добавлю, Крайс Сергеевич, Игорь Семшов еще забил 100 мячей без пенальти, главный тренер команды Чайка. Ну, чуть-чуть попозже, да? Ну, попозже. Попозже сделал, да. На тот момент еще, не знаю, был ли кто-то. Ренат Федорович, а вы как вратарь знали, куда Черенков будет бить, когда забивал свой 100-й гол? Нет, вы знаете, таких игроков трудно, в общем, предсказать, куда он будет бить и куда он будет отдавать пас. Я могу, вы знаете, да, вот, допустим, он здесь, народный, нет. Но я бы его сравнил с такими великими, в общем-то, футболистами, как Платиник, как там Жерест, Игана, которых нельзя было узнать, когда он ударит, когда он отдаст пас, понимаете? Поэтому, конечно, было тяжело. И когда с ним тренировался, и когда, допустим, у нас играл дубль против основного состава, было тяжело, понимаете? Ну, потому что он был непредсказуемым, в общем-то, в игре. Я добавлю, если позволите, да, Федор Федорович. Ну, действительно, во-первых, он обладал феноменальной памятью. Он помнил все игровые эпизоды. Я, ну, порой удивлялся, говорю, Федор, как ты можешь это помнить? Это было там три года назад. Он помнил, как развивалась атака, кто кому отдал, кто как открылся. И вот это вот у него, наверное, запечатлялось. В одной из подъездок в Баку, он, сидя в номере, готовясь к игре, он мне говорит, говорит, Сергей, ты знаешь, я, наверное, не очень хороший футболист, если не сказать, что плохой. Я говорю, Федор, а с чего ты это взял? Как, почему ты плохой? Он говорит, ну, Константин Иванович Бесков всегда говорит, до приема мяча надо иметь два-три решения. Желательно три. И выбрать лучшее решение до приема мяча. Не когда мяч уже пришел, а до приема. Ну, я не знаю, что ответить. Я говорю, Федор, скажи, пожалуйста, кто тогда мы, если ты плохой футболист? То есть у него решения рождались, наверное, каким-то своим воображением. Он не мог объяснить. И я задавал вопрос, Федор, как ты это делаешь? Он говорит, я не знаю, я не могу объяснить. Вот такой эпизод тоже был. Да, я чуть-чуть не дал Анастасии ответить вопрос был. Да, Сережа, огромное спасибо. Он мне помог действительно ответить. Да, папа был бы против, конечно, фильма. Не любил, сами знаете, он особо так, чтобы мы восторгались и так далее. Поэтому он бы был против. Кто должен был надобить, чтобы он согласился? Все вместе хором. Знаете, мне кажется, очень важно то, что происходит здесь сейчас, потому что почти час двадцать идет пресс-конференция, и час двадцать в стенах ТАСС здесь за этим столом звучит фамилия Черенкова. И я вот так навскидку не помню, когда публично столько уважаемых людей, столько коллег произносило эту фамилию за последние годы. Вот, может, Евгений Владимирович, да? Ну, я хотел бы просто еще от себя сказать, потому что он в такой степени пронесся тем, как вы тут вспоминаете, обсуждаете и планируете. Вот, мне понравилось то, что ты сказал, Илья. Вот, в том «Спартаке» что-то же было. Вот, а дальше Ренат говорит мне с Сергеем Юрьевичем там про честность, про искренность. Я, на самом деле, рассчитываю на этот проект с точки зрения, ну, некого воспитания будущих поколений. Вот, потому что очень важно то, как полюбит этот фильм, каким его увидят молодые игроки, молодые футболисты. Те, которых по стране много, и, конечно же, мы в первую очередь рассчитываем на футболистов нашей академии. Вот, очень важно, чтобы посмотрели этот фильм и прониклись действующие футболисты. Потому что я уже тоже в футболе порядка 20 лет. Вот, я понимаю, насколько важно в команде преодоление, взаимовыручка, честность, искренность. Ну, в общем, все такие качества, которые в целом, конечно же, в конечном итоге ведут к результату. А команду или личность делают великой, народной, душевной, ну, тех, которые любят и тех, которых воспринимают. Это очень важно сейчас. Мы же все выросли, и много поколений выросло, футболистов и болельщиков на игре Федора Черенкова. Вы все знаете, что у нас есть много фильмов, на которых тоже выросли многие поколения, и которые мы смотрим до сих пор, уже десятилетиями, да. Вот, я желаю данному проекту стать вот именно таким, на котором мы начнем, ну, некое возрождение, воссоздание на примере Федора, его преодоление, его судьбы, и на примере Спартака, того Спартака, которым мы хотим видеть в будущем. Спасибо. Спасибо большое. Я чуть-чуть добавлю то, что сказал Евгений Владимирович. Вы знаете, я хотел вам сказать, что наши, вот я сейчас работаю в Академии с вратарями, Вы знаете, посмотрев фильм Яшина, многие ребята говорят, вот со мной разговаривали, я у них спрашивал, они говорят, мы хотим стать так, как он. Понимаете, поэтому я считаю, что эти фильмы, они нужны, вот именно воспитывать молодежь. Понимаете, к спорту. Потому что сейчас одни, как и компьютеры эти, да, сидят, вот, хотя бы люди уже будут знать, как тренировался Федор Федорович Черенков, как Лев Иванович тренировался, как играл. Понимаете, поэтому у них остается это в памяти, и они будут это, в общем-то, наверное, на себе прочувствовать. Что такое настоящая команда? Неестественно. Потому что мы играем в коллективную. В своем предыдущем выступлении Ренат вспомнил фильм, игровой фильм, и главным героем были Лубановский и Базилевич. Такая она игра. В этом фильме дебютировал Борис Щербаков, и это была его первая замечательная футбольная роль. И я думаю, что, может быть, вы сделаете потом ролик, когда будет снят фильм о Щербакове, футбольном человеке в кино. Это будет, вот, прекрасное продвижение. Спасибо, Евгений. Спасибо за идею. Коллеги, потрясающая атмосфера. Спасибо большое. Действительно, Федор Черенков объединил нас сегодня. И этот разговор, мне кажется, получился не в жанре пресс-конференции, а в жанре какого-то такого очень душевного разговора на советской кухне. Почти семейного, я бы сказал. Да, почти семейного. Да. Внук появлялся в зале, но сейчас за его пределами. Поэтому вам потом, Сергей Николаевич, подарят футболку фирменную. Подрастет и подарят. Подрастет и подарят, да. А я в завершение прошу сейчас Сергея Николаевича и Евгения Владимировича. Если вы позволите символический момент, мы хотим, да, вручить. Евгений Владимирович, выйдите сюда, пожалуйста. Мы пожелаем успеха, ни пуха, ни пюра. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо. 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 Продолжение следует...